На третьем международном кинофестивале наша землячка, кинорежиссер Лидия Боброва обратилась к местным властям с просьбой сохранить уникальный исторический памятник в чете «Дом Шиллинга» на Подгорбунского, 40. До начала очередного кинофестиваля остаются считанные дни, и мы решили выяснить, в каком состоянии сейчас находится культурная достопримечательность. При входе в усадьбу нас встретили собаки, горы мусора и грязи, но, как оказалось, это далеко не вся картина. Обойдя вокруг дома, мы обнаружили труп мужчины в углу летней веранды, а страшные находки незамедлительно сообщили по телефону 02. Как мы выяснили, в 2013 году обязательство охранять и отремонтировать старый дом на себя взяла Читинская компания «Спецмонтажстрой». Однако прошел год, но каких-либо работ тут не проводилось. Очевидно, что и к охране культурного объекта «Спецмонтажстрой» подошел спустя рукава. Иначе, как объяснить, почему здесь поселились бомжи, которые в любой момент могли поджечь дом, как это уже случалось ранее. Очень сильно объект пострадал в 1991 году во время пожара, в результате чего часть находится в таком плачевом состоянии. По договору, заключенному «Спецмонтажстрой» с охранным предприятием «Кольчуга», охранники обязаны были каждые три часа в течение суток приезжать и осматривать аварийный дом. Когда же в последний раз проводился осмотр дома Шелинга, теперь должны выяснить следователи, которым предстоит разобраться, при каких обстоятельствах исторический памятник стал последним пристанищем для местного бродяги. Министерством культуры Забайкальского края ежегодно подаются заявки в федеральную целевую программу «Культура России» для выделения средств на проведение ремонта реставрационных работ на объекте. Но в настоящее время наша заявка принимается к рассмотрению, но к финансированию не принимается. А между тем, этому двухэтажному дому уже более ста лет. Дом Шелинга – уникальный памятник деревянного зодчества в стиле провинциального модерна, декоративное оформление которого не имеет аналога в крае. Екатерина Вершинина, Максим Болбачев, ЗАП-ТВ Редактор субтитров А.Семкин